Распознать наркотик в самой минимальной концентрации. В областном диспансере появился прибор, который способен определить любое сильнодействующее вещество, как например в недавнем случае, когда дошкольницы попали в больницу из детского сада после дегустации самодельного супа из курительных смесей. Наталья Цопина о том, как работает электронный нарколог. СМ-то отмечает свои две плашки по 96 образцов, то есть теоретически можно это все загрузить и на несколько суток идти. Дальше закрываем и просто запускаем анализ. Сравнить результаты исследований нового оборудования в Новосибирске и высокотехнологичных столичных хроматографов удалось совсем недавно, когда в реанимацию попали воспитанницы детского сада. Что стало причиной отравления? Результаты совпали у новосибирских и московских специалистов. У меня открыта здесь хроматограмма как раз одной из этих девочек. То есть видно, что два метаболита, собственно, вот этой АБ-Чиминаки, которая синтетический канабиметик, ну или курительная смесь, если по-простому. Раньше оборудование такого уровня было лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Цена прибора почти 20 миллионов. Получили его за счет субсидий по федеральной программе. Два года назад, три года назад эта проблема была очень актуальна. Мы на самом деле отставали, мы работали вслепую, мы очень много делали затрат для того, чтобы выявить наркотические вещества именно нового поколения. А их особенность в том, что они быстро разрушаются. Не все приборы ловят маленькие концентрации этих веществ. Минимальная концентрация теперь не помеха. На один анализ всего 15 минут. Раньше уходило 23. Пока технологическую новинку используют больше для подтверждения, как еще один метод. Вносят дополнение в библиотеку. Например, недавно появилась новая разновидность солей. Основная нагрузка сейчас на газовые хроматографы в кабинете по соседству. Это вот у нас гашиш. И вот здесь обнаружение идет тоже по-другому, немножечко по-другому программному обеспечению. Тетрагидроканабинол обнаружен. В наркодиспансере поток большой, только за счет бюджета. Ежегодно почти 100 тысяч исследований. Однако здесь не просто справляются с нагрузкой. В планах на новом оборудовании отслеживать алкогольную интоксикацию. Метод сейчас разрабатывается активно в Москве на кафедре аналитической токсикологии. Мы, наверное, вторыми его поставили. Сейчас мы ожидаем реактивы. Будем этот метод ставить. Он будет помогать решать экспертные задачи. Хотя в Европе достаточно распространен этот метод для тестирования водителей при получении различных видов справок. Чтобы повысить контроль качества химико-технологических исследований, в России начали работу по так называемым межлабораторным сличительным испытаниям. Образцами планируют обмениваться и сравнивать результаты. Новосибирская область в числе пилотных регионов. Наталья Цупин, Алексей Погодин. Новости ОТС.